привет мои дорогие зрители с вами была австралия я вот подумала что то я вам давно не показывалась не показывалась потому что вроде ничего в жизни не происходит каждый день рутина но по-любому хоть какие-то маленькие новости хочу вам сейчас рассказать начну с первой главной новости я не знаю мне кричать ура или наоборот я так это видео назову ура или не ура с 1 июня в австралии практически открывают все потому что у нас сейчас разрешили было десять человек может прийти одновременно находиться в ресторане сейчас буквально на днях 20 или это будет уже 20 будет с 1 числа в общем одно знаю что у нас открывают клубы ребята я не знаю радоваться или нет ну я думаю надо было им это все переждать потому что практически у нас сейчас открыли все и везде все должны соблюдать дистанцию везде строгие правила какая там дистанция о чем можно говорить когда стоит вчера стою в магазине валди сзади меня тетка притис притиснулась ко мне и знаете хорошо так мне не надо было и говорить я просто отбежала от нее и все буквально это случилось по моему когда это было по моему на прошлой неделе одна женщина стояла в очереди за ней сзади стоял мужик она его спросила пожалуйста соблюдайте дистанцию повернулась кассе расплачиваться он взял бутылку и ударил его сзади по голове вот так ребята соблюдай не соблюдай спасайся кто может лучше отодвинуться самому молча ну и в общем ну вот с первого числа практически все у нас будет открыто так что на сегодняшнее число в австралии 7139 человек заболевших и 103 человека умерло знаете я скажу что для меня это загадка вот это вот кстати тоже я на днях читала статью потому что в японии тоже очень мало смертей там по моему 800 такое количество людей и если сопоставить я вот это вот знаете никак не могу сообразить так в америке в австралии 25 миллионов жителей на 25 миллионов умерло 103 человека в америке сколько там около 300 миллионов ну примерно я буду говорить примерно даже возьмем я хочу посчитать допустим как в процентном отношении смотрите если в австралии 25 миллионов в америке округлим в 10 раз больше значит в америке должно подсчетом если сопоставить с австралии то должно умереть 1000 человек но там умерло 900 ой 90 тысяч вообще что-то это какой-то для меня это какая-то загадка и то что сейчас они открывают австралии или мы как догоним и перегоним или как если у нас было мало давайте мы сделаем чтобы это было много я понимаю конечно что надо сидеть что это ребят это реальная непридуманная болезнь то что много как многие в нее верят не верят это вы понимаете это нужно верить в бога бог есть или бог нет и и бог его знает как сказать каждый верит по-своему но это реально и поэтому мне немножко страшновато меня-то в принципе не радует им надо было в австралии подождать еще буквально ну хотя бы месяц а потом можно было открывать сегодня с этой неделе у нас открыли школы только вчера только открыли и сразу же две школы закрыли потому что в двух был были больные дети так что или это как будет откроем закроем откроем закроем а и сколько там 70 или 80 человек те кто контактировали с детьми их сейчас послали самоизоляцию в общем слушайте этот уже голова кругом по улину все уже в магазине толпы народа бегают на улице толпы народа не никто какая дистанция круговорот в общем что-то я ребят вы знаете что я недавно вот буквально на днях у меня свело спину я тут вспомнила один очень такой случай когда я была в алмате а была я в прошлом году еще не прошло года и вот в день отъезда у меня вообще проблемы со спиной раньше такого не было я могу допустим сейчас я могу идти ходить пешком но довольно таки долго и ничего мне спина болеть не будет но когда я на месте постою 10 минут у меня может начать сводить позвоночник в прямом смысле слова так что просто глаза на лоб лезут глаза глаза на лоб лезут и позвоночник выпрыгивает ужас в общем ребят у меня так плохо стало с позвоночником и я думала что до аэропорта не доеду вот мне вечером уже самолет пришли мои близкие друзья меня провожать а у меня это со спиной и я хожу ой 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 и я думаю боже что же мне делать в итоге меня пришел провожать очень-очень близкий знакомый мы вместе с ним выросли в одном дворе его зовут юрий и я тогда его попросила пожалуйста сделай хоть что-нибудь потому что он работает профессиональным хотела сказать массажером массажистом я упала просто на пол ребята он позвоночнику только притронулся и сделал так там что-то у меня хрустнула и боль моментально прошла как будто рукой сняло девчонки мальчишки кто меня смотрится алматы я вам серьезно говорю вот вспомнила про него на днях потому что опять такая же у меня ситуация была со спиной кто находится в алмате я вам могу дать его телефон потому что это действительно золотые руки я не знаю как бы я долетела я бы там конечно напилась таблеток но чтобы моментально знаете это получается ты вот тут стоишь корячишься ой 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 и тут ни с того ни сего раз и как будто ничего не случилось такое даже в это даже тяжело поверить я говорю я так посмотрела думаю господи говорю юра у тебя просто золотые руки так что девчонки мальчишки кто находится в алмате я на всякий случай я вам дам его телефон слушайте а ну вот я его тут куриной ногой куриные ногой записал это не будет кверт тормашка ой ну-ка так если будет она перевернутое изображение не знаю как получится в общем плюс 7 7 0 8 9 7 1 9 4 7 0 его зовут юрий так что можете ребята обращаться это говорю вот спасибо ему огромное конечно молодец но отец знаете что бывает но у людей просто золотые руки вот у него так получается что у юрия золотые руки ну вот ребят как то так ну еще расскажу вам что я сегодня на коса резила в общем меня баба и сегодня опять занес в русский магазин ребята я опять купила вот это 5 я купила икру минтая санта санта бремур в русском магазине в карлтоне и купила я ящик с икрой и помимо этого я еще там купила вот видеть моего холодного копчения я на радостях съела пол коробочки вот этой моего и потом еще баночку с икрой пошла спать я проснулась я думала все воды мира выпью опять же пока сын купил вот этот лимонад также ребят кто находится в австралии я об этом лимонаде в принципе узнала ну может быть полгода тому назад бандаберг вот это вот вот этот наверное которые манго это самый самый вкусный слушайте я выпила его две бутылки и еще воды выпила и еще хочу пить но это вообще это просто но это икра это такой у нее вкус это просто обалденная в общем вот такие мои дела и все ребята эти как вам сказать практически постоянно сижу дома потому что ходить и где-то найти это я считаю что еще не время вот мы посмотрим то что они сейчас вот это все по открывали посмотрим как в австралии пойдет и поедет хотя говорят что австралия входит наиболее благополучный регион за вот эту заразу вот кстати я тоже смотрела число заболевших в казахстане и если так по процентам взять то мы практически ну в одинаковом положении находимся то что казахстане по моему там 3032 что ли человека умерла в казахстане тоже по моему 18 миллионов жителей ну вот как то так непонятно что происходит китайская отвали от меня заклинание такое ребята ну я не знаю мне наверно надо было сделать стрим и вот еще кстати знаете я что вспомнила я совсем забыла про книгу которую я нашла и мои зрители ждали когда я сделаю обзор а я его еще до сих пор не сделала стыд и позор моим сединам ребят обязательно сделаю с вами было австралия ну вот и не знаю открываемся опять же ура или не ура лучше бы еще подождали капельку маленькую страшновато но мы ребята прорвемся дорогие мои зрители всего вам доброго 36 и 6 температуру и увидимся очень-очень скоро пока